Итак, уважаемые, по просьбе начинающих пчеловодов попросили рассказать мне некоторые, какие изоляторы можно использовать или нужно использовать при осенней закормке пчел. Сначала я расскажу, что может служить изолятором. Я уже показывал, у меня на видео есть простая клеточка, вернее колпачок. Вы накрываете соту, пчелы проходят, матка не проходит. Матка внутри находится, вы ее накрыли, она может служить изолятором также. Хороший изолятор, можно накрыть и все. Также можно использовать такие колпачки, здесь вообще пчелы не проходят. Но пчелы будут кормить матку, я уже использовал, показывал на видео. И на время закормки, на 10 дней, спокойно будет держаться этот колпачок. И матка будет внутри находиться. И вы можете закормить дней 10 нормально. Нет у вас ничего, можно использовать покупные клеточки, переносные. Закрыть только здесь надо деревяшкой, чтобы пчелы не разрезли. Когда мы подсаживаем матку, мы закрываем воском и дырочку делаем. Здесь пчелы будут всегда кормить матку, даже в такой клеточке. Можно туда пустить пару пчел, больше пчел, штук 5 пустить и матку. Ну это для тех, кто умеет обращаться с матками и брать их. Это тоже можно использовать такие. В любом случае, вам надо ловить матку, сажать в клеточку. Если это клеточка, а не колпачок. Колпачок вы накрыли, не надо ловить матку вместе с пчелами. Колпачок вы накрыли вместе с пчелами, также служит изолятором. Вот мы сделали наподобие мажайка, изолятор. Он состоит, я уже пользовался ими, разделительную решетку разрезали. Здесь сделали на конус деревяшку. Это затычка такая, раз, закрыли матку сюда. Надо вам открыть, вы открыли, положили, матка выбежала. Сюда пролазивают пчелы, матка не вылазит, потому что она была плодная. На 10 дней, пока она сократит яйцекладку, вас это вполне устраивает, закрыть это через разделительную решетку. То есть, можете ставить так, как хотите. Это такие виды. Также изолятором служит разделительная решетка. Нет у вас, это самое, клеточек, нету ничего. Разделительная решетка может послужить вам изолятором. Каким образом она работает? Покажу, как это работает. Кто здесь? Это у вас двухкорпусная семья, к примеру. Это один корпус, это второй. Вы достаете матку с рамочкой, с пчелами. Поставили на второй этаж. Ставите разделительную решетку. Отсюда, здесь матка остается на одной рамочке. Пустые рамки убирайте. Матка не может сеять нигде, только на одной рамочке, наверху будет сеять. Нанизу расплод, то есть у ней будет сокращенная яйцекладка. Таким образом, вы можете давать прикормку, и семья будет спокойно брать мед, потому что у матки сократилась яйцекладка. Она не может бегать по всему гнезду, только на одной рамочке. Достоинства и недостатки. Всякое сокращение яйцекладки матки приводит к стрессу в семье. Семья, знаете, друзья, видит, что матка прекратила сеять, задает вопрос. Пчелы задают вопрос. А почему матка прекратила сеять? Она что, больная или еще что? И они могут закладывать и закладывают маточники. И в течение 10 дней, когда вы будете кормить сахарный сироп, вы обязаны открыть и просмотреть каждую рамочку, и убедиться, что там нет маточника. Если вы хотите сохранить, ваша матка хорошая. Если вы должны уничтожить все эти маточники, если вы хотите сохранить их, то вы их сохраняете, можете отставить от водок или еще, как ваша душа желает. Но если вы не хотите сохранять, семья нормальная, осень вас не устраивает, вы их просто уничтожаете. Итак, друзья, сейчас покажу вам на самом деле, как работает. Я поставил клеточку. У меня сейчас нету этих клеточек. Я покажу, какую я клеточку поставил. Сейчас вам покажу. Секундочку и будем показывать. Сейчас я сниму тот верхний ящик. Сюда поставлю, чтобы нам можно было показывать. Верхний корпус сниму. Естественно, сначала надо подымить, чтобы пчелки почувствовали себя, ну, так сказать, с медом. И не накидывались, бо сейчас осень, и очень много желающих покусать пчеловода. Так что, отходи туда, я вот туда буду ставить, чтобы видно было. Ага, вон моя тестоместочка. Особенно старые пчелы, они такие любители покусать. Вот. Здесь в моем улике находятся две матки. Одна наверху, одна на низу. На низу сеет, наверху не сеет. Я ее посадил в клеточку. И, пожалуйста, я показываю. Мы давали ей прикормку. Посмотрим сейчас, что они закормились. То есть, взяли, а не взяли. Да, что-то взяли. Вес имеется. Ну, так, чтобы понятно было, я вот сюда вот поставил. Теперь посмотрим. Вот так у меня устроена прикормка. Сеточка набита. Набита сеточка. Баночку сюда переворачиваю, и все нормально работает. Сейчас немножко еще дымнем. и посмотрим, какой процесс загрузки у них, есть ли загрузка у них, или нет загрузки. Покажем вам клеточку. Как они тут работают. Еще им додать может, а может не додать. Так, это совершенно пустая рамочка. Вот. Будем смотреть процессы загрузки. Это с напрыском. Вот здесь немножко уже запечатали. Вот. И напрыск. Смотрим дальше. То есть, после дней 5-10 уже вес имеется. Смотрите сюда внимательно. Видите, что дает сокращение? Основная масса пчел вышла. Здесь осталось немножко запечатанного. А то все заливают медом. Вот это все. Вот это у них залито напрыском. Сначала они заливают 1 треть ячейки. Потом выпаривают, потому что сироп это мы даем. Точнее, это не мед, а сироп. И когда они выпарили, тогда они складывать начинают верхние ячейки. Верхние ячейки у них не залиты. Вот. И с этой стороны, смотрите, тоже немножко осталось расплода. А остальной расплод вышел уже. И здесь тоже сиропчик. Вот. Смотрим следующую рамочку. Это рамочка у нас с клеточкой, с маткой. Вот сейчас мы ее поднимаем и смотрим. Тут также сиропчик. Матка, вот она сидит в клеточке. Видите, я ее просто вдавил. Пчелы свободно туда проходят и оттуда выходят. Вот. И матка поэтому не может вылезти и сеять. Сейчас я погляжу. Там она, че не? Да, она там бегает. Клеточка вот такого порядка. Сейчас я специально ее вытащу. Вот, чтобы вам понятно было. Вот такая клеточка. Она продается. Можете кликнуть в это самое на интернет. Она продается. Вот она, маточка бегает. Вот она, вот она, вот она. Сейчас я покажу, где она. Вот она пробежала. Вот она пробежала. Вот она. Она не может вылезти. Пчелы туда залазят, кормят. Свита ее обходит. Вот. Вон она снизу бегает. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Видите, вот она пробежала. Вот она. Вот она торчит. Вот она, вот она, вот она. уже часть пчел вылетела сейчас мы еще раз трусим вам будет точнее видно вот она бегает, маточка, вот она вот она бегает, видите она конечно сократила яйцекладку поэтому она похудела но вылезти она не может закрывается она вот здесь вот так, очень просто видите, раз, отодвинул задвинул, задвижка на пазах это клеточки продаются на Амазон и Алиэкспресс, вы можете заказать и поставить удобно, я вот так использую ее, а потом если мне надо я ее открыл и выпустил пчел не надо ловить потому что они сами пролазят через эту ячейку вот сбоку просто вдавливает ее вдавили и вся песня пчелы пролазят, кормят ее и яйцекладка сокращается так я позакрывал большинство семей своих и кормлю они делают запас смотрим это тоже с запасом уже смотрите расплодик снизу вот расплодик всегда говорят сколько давать вот начинают кормить еще начали только печатать вот чуть-чуть значит еще надо давать кормить они не запечатали вот видите только начали печатать надо чтобы было запечатано четыре пальца минимум вот так запечатано должно быть вот здесь тоже четыре пальца так полукругом идет пять пальцев больше это нормально этот расплодик выйдет в течение десяти дней и они тут оставят небольшую базу место а остальное вот тут уже залито и уже начинают печатать еще мне кормить придется это только начало как говорится но уже чувствуется вес вот смотрим дальше и здесь напрыск немножко расплодика как видите расплод весь выходит вот тут остались немножко червячков как говорится но так как семья это двойная то они отсюда тащат еще на низ на первый этаж поэтому приходится кормить ее очень хорошо чтобы было медок как говорится видите все запечатано червячки практически отсутствует вот и яички матка закрыта через десять дней весь запечатанный расплод выйдет и они здесь уже начинают формировать полукругом как говорится и так надо чтобы было две рамки с медом четыре-пять рамок это гнездо и опять минимум две рамки с медом закрытые полностью остальные рамки гнездо как я уже показывал четыре-пять пальцев до половины должно быть полукругом еще раз это вот видите боковая они полностью пытаются залить вот и с этой стороны боковая полностью пытаются залить и так и так уважаемые начинается дождик сегодня погода такая знаете нелетная ну а пчелы спокойные до встречи подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы это для тех какими изоляторами нужно пользоваться любыми абы матка не могла сеять а пчелы имели доступ удачи до встречи подписывайтесь до встречи